Всем привет! С вами канал Коллекционеры, монеты и банкноты. Сегодня свой обзор я посвящаю российской монете 50 копеек 2005 года. Параметры монеты. Диаметр 19,50 миллиметров. Масса 2,9 грамма. Толщина 1,5 миллиметра. Сплав латунь. Гурт ребристый, состоит из 105 рифленей. Монетный двор, московский и санкт-петербургский. Тираж монеты, неизвестен. Аверс монеты, изображен Георгий Победоносец верхом на коне, поражающий копьем змея. Под передним копытом коня, обозначение монетного двора, на котором отчеканена монета, СП, санкт-петербургский, либо М. московский. Внизу поле монеты по окружности указан год чеканки, 2005, а вверху, надпись Банк России, разделенная головой Георгия Победоносца на две части. Реверс монеты, крупной цифрой 50 обозначен номинал монеты, цифра немного смещена от центра вправо. Ниже слова копеек, расположенная по центру относительно цифры 50. Слева внизу рельефно изображен растительный орнамент, состоящий из двух переплетенных ветвей. Орнамент немного выступает в правой части. По окружности монеты имеется выступающий кант. Монета 50 копеек 2005 года, имеет 20 разновидностей. 10 из которых питерской чеканки и соответственно 10, московской. Начнем с первой разновидности. На реверсе монеты под передним копытом коня обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Надписи отдалены от канта. Верхний повод между головой и шеей коня толстый. На реверсе монеты внутренние стенки цифры 0 прямые параллельно друг к другу. Нижний бутон слабо окантован. Лист, подходящий к пятерке, не касается ее. Окантовка этого листа равномерная по ширине. Цена первой разновидности составляет 300 рублей. Вторая разновидность. На реверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Надписи приближены к канту. Верхний повод между головой и шеей коня толстый. На реверсе монеты внутренние стенки цифры 0 прямые параллельно друг к другу. Нижний бутон слабо окантован. Лист, подходящий к пятерке, не касается ее. Окантовка этого листа равномерная по ширине. Цена второй разновидности составляет 10 рублей. Третья разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Расстояние от круговой надписи до канта больше. Верхний повод между головой и шеей коня тонкий. На реверсе монеты внутренние стенки цифры 0 изогнуты. Цифры номинала расставлены. Лист, подходящий к пятерке, касается Е. Нижний лист не касается канта и четко окантован. Окантовка тонкая и не замкнута. Слева от листа, буквы П и Е, в слове копеек сближены. Цена третьей разновидности составляет 500 рублей. Четвертая разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Расстояние от круговой надписи до канта меньше. Верхний повод между головой и шеей коня толстый. На реверсе монеты внутренние стенки цифры 0 изогнуты. Цифры номинала расставлены. Лист, подходящий к пятерке, касается Е. Нижний лист не касается канта и четко окантован. Окантовка тонкая и не замкнута слева от листа, буквы П и Е, в слове копеек сближены. Цена четвертой разновидности составляет 10 рублей. Пятая разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Расстояние от круговой надписи до канта больше. Верхний повод между головой и шеей коня тонкий. На реверсе монеты внутренние стенки цифры 0 изогнуты. Цифры номинала расставлены. Лист, подходящий к пятерке, не касается Е, окантовка в нижней части срезана. Нижний лист не касается канта и четко окантован. Окантовка тонкая и замкнута, буквы П и Е, в слове копеек расставлены. Цена пятой разновидности составляет 500 рублей. Шестая разновидность. На реверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Расстояние от круговой надписи до канта больше. Верхний повод между головой и шеей коня толстый. На реверсе монеты внутренние стенки цифры 0 изогнуты. Цифры номинала расставлены. Лист, подходящий к пятерке, не касается Е, окантовка в нижней части срезана. Нижний лист не касается канта и четко окантован. Окантовка тонкая и замкнута, буквы П и Е, в слове копеек расставлены. Цена шестой разновидности составляет 500 рублей. Седьмая разновидность. На реверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Расстояние от круговой надписи до канта меньше. Верхний повод между головой и шеей коня толстый. На реверсе монеты внутренние стенки цифры 0 изогнуты. Цифры номинала расставлены. Лист, подходящий к пятерке, не касается Е, окантовка в нижней части срезана. Нижний лист не касается канта и четко окантован. Окантовка тонкая и замкнута, буквы П и Е, в слове копеек расставлены. Цена седьмой разновидности составляет 10 рублей. Восьмая разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Расстояние от круговой надписи до канта больше. Поводья между головой и шеей коня толстые и параллельны. На реверсе монеты линии внизу параллельно друг друга. На бутоне справа кончик выше, чем завиток. Цена восьмой разновидности составляет 1000 рублей. Девятая разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Расстояние от круговой надписи до канта меньше, поводья между головой и шеей коня толстые и непараллельные. На реверсе монеты линии внизу параллельно друг друга. На бутоне справа кончик выше, чем завиток. Цена девятой разновидности составляет 30000 рублей. Десятая разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Санкт-Петербургского монетного двора, аббревиатура СП. Два повода между головой и шеей коня толстые и непараллельные. На реверсе монеты нижний бутон окантован, стенки ноля внутри изогнуты, бутон касается пятерки. Цена десятой разновидности составляет более 30000 рублей. Теперь переходим к разновидностям Московского монетного двора. Особое внимание обращайте на расположение букв на фото, с помощью которого и сравниваете свои монетки. Одиннадцатая разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Данная буква маленькая и опущена вниз от копыта. Цена одиннадцатой разновидности составляет 10 рублей. Двенадцатая разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Данная буква маленькая и приближена к копыту. И смещена чуть левее. Цена двенадцатой разновидности составляет 50 рублей. Тринадцатая разновидность. И смещена чуть правее по отношению центра копыта. Цена четырнадцатой разновидности составляет 50 рублей. Пятнадцатая разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Данная буква маленькая. И смещена чуть левее по отношению центра копыта. Цена пятнадцатой разновидности составляет 500 рублей. Шестнадцатая разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Данная буква маленькая. Приподнята к копыту. И смещена максимально влево. Цена шестнадцатой разновидности составляет 1000 рублей. Семнадцатая разновидность. На аверсе монеты под передним копытом коня, обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Данная буква большая. Повернута против часовой стрелки. Цена семнадцатой разновидности составляет 50 рублей. Восемнадцатая разновидность. на аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Данная буква большая, чуть повернута против часовой стрелки. Цена 18-й разновидностей составляет 50 рублей. 19-й разновидность, на аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Данная буква большая, вертикальная, чуть повернута по часовой стрелке. Цена девятнадцатой разновидности составляет 50 рублей. Двадцатая разновидность, на аверсе монеты под передним копытом коня обозначение Московского монетного двора, аббревиатура М. Данная буква большая, приспущена вниз от копыта по сравнению с предыдущими разновидностями. Цена двадцатой разновидности составляет 1000 рублей. Напоминаю, что цена монеты зависит от сохранности и она может быть как выше, так и ниже указанных здесь цен. Если у вас есть 50 копеек 2005 года, то пишите в комментарии, выясним сколько вас обладателей данной монетки. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч.